Здравствуйте! Вот именно потому, что мне кажется, что ни у кого в команде Азарова во время его работы мэром Самары и не было видов на старинные здания в центре Самары, которые под конец правления Тархова вдруг начали массово переводить в разряд аварийных, подтверждением чего и является вот тот факт, что за время мэрства Дмитрия Игоревича так и не было никаких попыток выселять людей из этих домов. А более того, помнится, что вот когда была поднята все-таки тема по 77-му дому Покуйбышева, это прямо на самой площади революции, вот тогда именно же мэр Азаров и дал команду разобраться и отыграть ситуацию назад, не доводя ее до очевидного абсурда. Благодаря именно его вмешательству от людей отстали тогда. Вот мне кажется, что сейчас при Азарове, уже исполняющем обязанности губернатора, пришло бы время проделывать нечто подобное вообще по всем таким спорным объектам. Для начала провести объективный аудит зданий, вдруг признанных аварийными под конец правления Тархова, и разделить их на реально аварийные, а не спорю, наверное, есть и такие, эффективно аварийные, которые стоит лишить этого статуса. Тогда и выселяемых насильно собственников получится не злить почем зря, ну то есть и не будет социального напряжения. И удастся еще и сэкономить кучу бюджетного бабла на этом самом расселении и ремонте высвобождаемых зданий. Ну и, конечно, еще улучшится их статистика по нерасселенным на сейчас аварийным домам, если вот таких домов просто станет меньше. Что важно для отчетности по госпрограмме перед Москвой. Ну а уже купленные для переселенцев квартиры есть и такие. Лучше, наверное, передать реально нуждающимся тем, кто ждет не дождется, чтобы переехать из развалюх в Курмышах Самарских. Ну вот что-то до них очередь как-то вот так медленно доходит или не доходит. Ну а пока вот что по своей этой ситуации рассказывает жительница аварийного 68-го дома по улице Куйбышева. Соседи ваши, которые тут жили в 2010 году, еще раньше, они что говорят? Какие-то обследования тогда проводились, какие-то специалисты ходили, выстукивали, смотрели, проясняли вопрос? Нет, у них было собрание, их позвали всех, вот, грубо говоря, сбор был. Они ходили, им сказали, что дом будет реконструироваться, будет реставрация дома. То есть дом признан вот, то есть якобы аварийным. Никаких документов никто не подписывал, акты никто не видел, их никто никакие постановления им не давал. То есть все это делается как-то, каким-то образом, да, незаметно, никто об этом не знает. А вы сколько уже пытаетесь собрать пакет документов на эту тему? Вот с 2015 года. То есть вот за два года с лишним вы не можете так никак получить на руки акт, где будет четко вот прописано. Да, вот в 2017 году я уже начала прям блокно. Почему ваш дом? Ну, на самом деле, если это настолько важный вопрос, и жизнь людей подвергается опасности, наоборот чиновники должны вам сразу, моментально предоставить все документы, чтобы снять все вопросы. Да, чтобы не было проблем ни у нас с ними, ни у них с нами. Если нечего скрывать, то зачем что-то скрывать? Да.